Здравствуйте, здравствуйте. Как дела у тебя? Теперь уже и не знаю. Эта, слышишь? Как зовут, батюшка? Сергей. Вадим? Молодой зовут. Эта, ауксис у тебя что? Начинается. Слушай, а почему за такси ты-то не заплатил? Послушай, если я тебе одно место скажу, да? Я хуй когда позвонил себе, брат, таксист, он кидал, там у моего ебал. Я не такой человек, брат. Ну, я тут уже про тебя разбор сделал и на канал разместил. Ну, я тебе нормально сделал, брат. Будешь, мой брат, еще как. Так не получится. Не получится, я тогда, ну, меня оставь, подожди. Я знаю, чем это все закончится. А как тебе? Пусть зрители красиво сделают. Я вот только на канал разместил, просмотры набираются. Сколько там еще? Ну, я не знаю, статистика только загружается. Подожди, зал не сюда. Ну ок. Подождем. Представьте, вы заходите в ресторан и говорите прямо официанту, что не будете платить за блюдо. Но он после этого все равно его приносит и обслуживает вас. Возможно ли такое? Вечно я очень сомневаюсь. Почему таксист в ситуации с дагестанцем, с Муратом понимал, что за такси платить уже не будут, однако продолжил выполнять заказ? Как наглость победила здравый смысл? Под влиянием каких факторов мы подчиняемся? Как выкрутиться из ситуации, когда тебя поставили в неудобное положение, и из-за этого ты теряешь деньги? Уверен, что у каждого человека наступает время, когда настоящее место работы не устраивает, либо нет вообще ничего, что вызывает интерес. А мысли о счастливом будущем и выборе перспективной профессии не покидают голову. Конечно, можно пойти работать таксистом, как один из наших сегодняшних героев. Это кажется вполне стабильной работой, но можно ли ее назвать прибыльной и перспективной? А как узнать вообще, что перспективно столько разных профессий вокруг? Может устроиться в компанию или открыть свой бизнес? Как вообще сориентироваться, понять, чего хочешь? И я, кажется, знаю, что вам может помочь. С 20 по 25 сентября на образовательной платформе Skillbox пройдет бесплатный карьерный онлайн-марафон «Что делать?» по направлениям дизайн, программирование и маркетинг. Вас ждут три направления. 15 спикеров-экспертов из Skillbox, Сбербанка, Валберис и других топовых компаний. Вы узнаете, как выбрать специализацию в дизайне, маркетинге и программировании и познакомитесь с профессиями Data Scientist или веб-разработчик. Узнайте алгоритмы запуска рекламы в социальных сетях и лайфхаки интернет-маркетолога. Нарисуйте свой первый логотип или продающий сайт. На карьерном марафоне Skillbox с помощью экспертов и практикующего психолога вы составите план карьерного развития до конца 2021 года. Примерите на себя одну из прибыльных диджитал-специальностей и поймете, что делать дальше. В качестве подарка от партнеров вы получите безлимитный доступ к платформе изучения английского КЭСПа на три месяца и сможете стать специалистом мирового класса. А еще вас ждет консультация практикующего психолога, который подскажет, что делает со страхом неизвестности и как решиться на изменения. Чтобы получить доступ к онлайн-занятиям, нужно всего лишь пройти по ссылке в описании у меня под видео и зарегистрироваться. Участие абсолютно бесплатное. Я вижу любопытным разобрать механизмы психологического влияния на личность, которая понимает, что его уже кидают, но все равно продолжает вести машину. Давайте обо всем по порядку. Разберем мотивации поведения обоих участников на основе той информации, что у нас есть. Какая основная мотивация главного героя? Очевидно, доехать из пункта А до пункта Б. Первая мотивация таксиста, их две выполнить заказ, получив деньги и создать контент. Вторая мотивация раскрывается в двух моментах. Сам процесс съемки и канал на ютубе. Плюс в конце таксист сам упоминает об этом. Кто-то охотится за роликами подобными. Эта деталь, хоть и важна для раскрытия основного сюжета, но не является ключевой. И сейчас я объясню почему. Давайте начнем с самого начала. Первые минуты, когда группа людей садится в машину, начинаются действия как по программе, не давая таксисту оценить пассажиров и адаптироваться. Здесь мы наблюдаем первый стрессовый фактор, что воздействует на него. Как дела у тебя? Не дожидаясь ответа, начинает продолжать свою фразу. Здравствуй, здравствуй. Как дела у тебя? Да, нормально. Че, ебанем-то по адресу? Да, просто. Здоровается. Но этому жесту главный герой не придает значимости. Это формальность, которая будет повторяться еще неоднократно на протяжении поездки. Я тебе серьезно говорю, будешь знакомым, а? Как зовут? Как зовут? Вадим. Вадим? Мурал. Бля, забыл еще раз, бля. Как зовут? Вадим. Вадим, Вадим. Сейчас, подожди, что происходит. Далее подключаются товарищи главного героя и спрашивают про подключение к АУКСу. Ничего. Сходи на кси, вы собираете, короче. Информация поступает с разных сторон, и таксисту становится сложнее оценивать, откуда вообще возникает и приходит информация. Таксист испытывает когнитивную нагрузку. Она происходит тогда, когда мы получаем в один момент информацию из разных источников, и наш мозг не успевает ее обрабатывать. Хорошим примером может быть ситуация, если бы я при личной встрече с вами спросил бы, который сейчас час. И пока вы открываете телефон или смотрите на часы, попросил бы умножить 8 на 64. И спросил, чем вы занимались вчера. В этой ситуации вы бы зависели на несколько секунд, и не смогли бы дать мне ответ сразу на все три вопроса. Этим приемом часто пользуются манипуляторы. Это идеальный момент, чтобы воспользоваться вашей временной беспомощностью и сделать то, что нужно им. Когнитивная нагрузка – излюбленный прием мошенников в магазинах, когда в процессе манипуляций с деньгами нагрузка мозга продавцов и игра с вниманием помогает им не расплатиться за товар, уйти, а невнимательный и небдительный продавец, так ничего и не поняв, отпустит их. Смотрите, как это происходит в нашем случае. Главный объект начинает закидывать какой-то информацией. Причем, обратите внимание, он не выбрал лицо, с кем он это обсуждает. Сначала может показаться, что он это говорит своим товарищам. Затем таксисту. Но таксист ловил на себе размытый непонятный взгляд и сам не понимает, кему это говорят или нет. Параллельно его товарищи еще спрашивают. Параллельно он еще пытается включить что-то на телефоне. Вероятно, простраивает маршрут и вдобавок пытается подключить АУКС. Многозадачность на полную. И все это время главный герой продолжает грузить свои истории. Все это усложняется тем, что его речь разобрать практически невозможно. Сказать сложно, делает ли он это намеренно или это действительно его типичная модель поведения. Неважно. Таксист находится в состоянии когнитивной нагрузки уже с самого начала поездки. Однако в пользу первой теории есть момент, который мне так и не удалось расшифровать до конца. Во время того, как он быстро и невнятно начинает рассказывать свою историю, объект сзади спрашивает, подключилось ли. На что главный объект сначала слегка реагирует головой, якобы услышал, но игнорирует. И делает странный жест рукой, как будто что-то передает и кидает. Но в руке ничего нет. Я этот жест расцениваю как сигнал к тому, чтобы его товарищи сзади не отвлекали. А он продолжал грузить таксиста. Если у вас есть иные предположения, то пишите в комментариях. Таксист находится в состоянии когнитивной нагрузки уже с самого начала поездки. Такие обстоятельства формируют первоначальное состояние таксиста, которое влияет на скорость принятия решений, обдумывание о развитии ситуации. Иными словами, мешает мыслить трезво, спокойно и рационально. Этим воздействие на него не ограничивается. На таксиста влияют еще дополнительные стрессовые факторы, которые вызваны несколькими триггерами. Что такое триггер вообще? Триггер в переводе с английского – спусковой крючок. Это команда, действия, события, которые призваны вызвать определенные психологические и поведенческие реакции любого характера. В особо тяжелых случаях, такие как, например, у жертв насилия, триггером может являться прикосновение, приглашение на свидание или нахождение с человеком противоположного пола в замкнутом пространстве. И это будет вызывать сильный стресс. Существуют и триггеры, которые присущи большинству. Это высота, выстрелы, громкие звуки и даже нахождение в обществе физически сильных и больших людей с агрессивным поведением. Все это может вызвать страх. Таксист Вадим во время поездки сталкивается с несколькими триггерами, которые создают стрессовую ситуацию. Во-первых, это замкнутое пространство, где он ограничен движением и нет возможности свободного передвижения. Плюс главный герой рядом достаточно широко раскинулся, использует размажистые жесты. Выполнение нескольких задач одновременно. Когнитивная нагрузка, что я ранее отметил, также является сильным стрессовым фактором. Периодические резкие громкие звуки и резкие движения, которые сходят от главного героя. Сама громкая музыка, которую попросили включить, также будет являться не очень комфортным фактором. И ограничивает возможность слушать, распознавать речь и реагировать. Ограничение выбора. Очень много фраз приказного формата и отсутствие альтернатив поведения. У него не спрашивают разрешения, не предоставляют ему выбор. Сама, в конце концов, национальность, физические параметры и поведение главного героя, также могут выступать триггером. Это может повышать чувство опасности и непредсказуемости поведения, что и диктует выбор подчинения, нежели попытки показать силу и отстоять свои интересы в моменты, когда ты с чем-то не согласен. Неоднократные касания от главного героя до таксиста. Вот здесь пассажир также сзади сближается, когда тот следит за дорогой. И видно, как кладет руку на кресло таксиста и фактически заходит на чужую территорию. Что, к слову, является также нарушением личных границ, личного пространства. Они не знакомы, не друзья, не связаны истории каких-либо отношений, они встретились впервые. А когда незнакомый человек, с которым у нас нет никаких отношений, вторгается в наше личное пространство, использует жесты и сигналы близости, это напрягает. А если еще и от тех, кто нарушает правила поведения и создает определенную психологическую опасность, еще больше создает дискомфорт и стресс. Итак, в истории с поездкой получается, что с самого начала таксист испытывает когнитивную нагрузку, которая мешает ему трезво принимать решения. Дополнительные стрессовые факторы, помимо его мотивации создания контента, корректируют его модель поведения и заставляют фактически подчиняться. Хоть он уже и осознает, чем это все закончится. Давайте посмотрим, как это происходит в тот момент, когда он уже это все понимает. Мурат начинает контролировать его поведение. Учитывая все влияющие на него до этого факторы и учитывая все-таки его рабочие обязанности, он продолжает двигаться. Мурат продолжает диалог и таксист Вандим находится уже на пределе эмоций. Обратите внимание, как он привстает и оттягивает ремень. Нервная система активизировалась. Во время сильного волнения у человека есть потребность и привычка не сидеть на месте, а ходить из стороны в сторону. Но таксист ограничен пространством и ему буквально не хватает места для переживания своих эмоций. Дополнительным сигналом тревожности также выступает подергивание, постукивание и переламывание пальцами. Все это время Мурат продолжает отрагиваться и нарушать личное пространство, тем самым держа в напряжении своего водителя. Помимо прочего и позволяет себе резкие жесты, которые можно расценивать как скрытый сигнал агрессии. В поведении водителя многие решат оправдать тем, что он выполняет свой заказ. То, что он доводит до адреса, это надежда получить свои деньги и выполнение правил таксопарка. Однако с этим тезисом я могу согласиться лишь отчасти. В этой сфере очень многое решает человеческий фактор. Очень много водителей могут позволять себе абсолютно разное поведение. И в зависимости от клиентов могут как давить, как сами переходить границы, так и подчиняться, как в нашем случае. Водитель из этого видео не обладает яркими, агрессивными, доминантными качествами. Ему не присуща такая модель поведения. Поэтому в случае с человеком, который такими качествами как раз обладает, и вкупе с факторами, которые я описал ранее, он подчиняется. Хоть и понимает, что поездка безрезультатна. Интересен момент, когда он признает свою роль в этих отношениях. Когда сам протягивает руку Мураду. Хотя видно, что доверия к нему он не испытывает. Слушай, моя братишка. А ты серьезно, как зовут? Братишка не буду. И в конце, перед тем, как тот выходит, делает это еще раз. Чтобы проверить свои предположения, я также обратился к другим видео на канале Вадима, где видно, что при отсутствии подобных стрессовых факторов, его модель поведения диаметрально противоположная. Например, тут. Он не чувствует никакой опасности от пассажира. Тот доброжелателен, расположен к нему. Причин для беспокойства никаких нет. Поэтому и водитель чувствует себя открыто, раскованно и позитивно. Что является полной противоположностью тому, что мы видели в видео с Мурадом. И даже в этом видео он не проявляет такой открытости, как в предыдущем, но относительно спокоен, расслаблен и нет никакого напряжения. Практически на всех видео мы не видим тех признаков подчинения напряжения стресса и тревожности, что видим с Мурадом. А все потому, что там нет такого количества стрессовых факторов, что на него влияют. Из интервью, которое вышло буквально на днях, видно, что модель поведения главного героя диаметрально противоположна той, что в видео, которое мы с вами разбираем. Я сам смотрел один сегодняшний раз эти ролики. Мне самому как достаточно, вот даже на себе смотрят. Представьте, что есть человек со своими базовыми установками, которые в той или иной степени проявляются одинаково в повседневной жизни. В первом случае человек находится в некомфортном для себя контексте. На интервью, под влиянием камер, под влиянием уже сформировавшегося мнения и ожиданий от аудитории. Его уровень искренности будет ниже, который хоть и немного, но будет в угоду защиты своего имиджа, репутации и, простыми словами, стараясь выглядеть с наиболее выгодной для себя стороны. Условно, некоторые его ответы во время этого интервью можно делить надвое. Было сложновато договориться с Мурадом, потому что Мурад никогда в жизни что-то интервью не давал, и ему чуть-чуть некомфортно работать на камеру. Люди думают, что там, не знаю, какой-то зверь, что там вышел, мне самому как-то страшно было даже на себя смотреть. Вот я вышел на экране, да, как будто я виноват, как будто я плохой, все люди думают так, как же. И во втором случае, уже непосредственно в такси, человек не знает, что его снимают. Он, вероятно, находится под чем-то, что расслабляет его и делает более развязным. Почему ты сейчас такой спокойный, прям на расслабоне, но во время поездки ты был прям заряженный? Отдыхал, гулял с ребятами, у кого не бывает, у всех бывает. Я адвоката не был, да. В итоге уровень открытости в такие моменты повышается, а границы во взаимодействии с окружающими стираются и допускается их переход. При этом не важно в этом случае национальность человека. Я уверен, кто сам был в состоянии алкогольного опьянения или наблюдал подобное, понимают, о чем я говорю. И в связи с этим мы наблюдаем неоднократное нарушение границ, которое оказывает еще дополнительное давление до таксиста, который, очевидно, не привык к такому. Он спокоен, интровертирован, не проявляет сам по себе стремление к доминированию и лидерству. Плюс ко всему он находится на работе и выполняет определенные услуги, а поэтому находится в зависимой позиции от человека, который позволяет себе это. Под влиянием всех этих факторов таксист закономерно начинает испытывать стресс и фактически подчиняется. На него давит психологический и физический фактор, который не только ограничивает его свободу действий и способность отставить свои права, но и также мешает мыслить трезво и принимать рациональные решения. Мы способны принимать невыгодные для себя решения в моменте под воздействием сильных факторов вокруг. Разные триггеры могут корректировать наше поведение, и мы делаем не совсем обдуманные поступки. Тратим время на общение с людьми, которые нам неинтересны и не принесут пользу. Спешим и принимаем решения, которых потом жалеем. Молчим и боимся проявить инициативу либо отстоять свои права, и потом чувствуем себя угнетенно. Но эта история из видео не закончилась так плохо и драматично. Помните, я говорил про мотивации героев? У таксиста их было две. Первый он не достиг и потерпел фиаско. Но у него была вторая мотивация – контент. Несмотря на первоначальные потери и возможные переживания, в конечном итоге он побеждает. Благодарные клиенты, популяризация канала, повышение заработка. Поэтому важно держать несколько альтернатив в рукаве. Понимать перспективу разных дорог. Видеть несколько выходов и ситуаций. Не зацикливаться лишь на одной мотивации и надеяться, что она точно сработает. Да, побеждает в некоторой степени и вторая сторона благодаря действиям другой. Но побеждает ли на все 100%? Если увидел, как тебя фоткают, ты что-нибудь ему сказал бы или нет? Честно сказать, один мне фоткал, короче, в глаза мне посмотрел, смотрел на мою фотку. Я говорю, ты чего бы меня сфоткал, чтобы удали его? Как тебе вот это спросили, можно это фоткать или как-то, да? Те, кто пишет в комментариях, не надо популяризировать с такого человека и тому подобное, задумайтесь. А реальную ли пользу ему приносит эта известность? Хочет ли он этого? Стоит ли у него мотивация стать известным? Будет ли он счастлив от этого? Сказать наверняка сложно, да и не нужно. А вот какие факторы могут влиять на наше поведение, важно знать и понимать. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в руках и быть на шаг впереди. Скоро, уже очень скоро, увидимся. Еще я тебе скажу вот что, если этого всего не было бы, да, вот этого всего, я еще больше радовался бы, да. Сколько ты бы дал Вадиму? Ты в 50? Вадиму? Вадим, мы с ним отдельно поговорим.